Дорогие братья и сестры, вас сердечно приветствую, мир вам! Мы будем начинать наше служение, и у нас сегодня не совсем обычное будет служение, оно будет немного короче по времени проповеди, а затем несколько деловых вопросов, которые необходимо сегодня решить. Я очень хотел, чтобы мы молились о том, чтобы Господь благословляет нашу церковь, чтобы благословлялся всех сторон. И поэтому я прошу, чтобы мы тоже сейчас все вместе, я буду громко молиться, воззвали Господу и попросили милости и благословения на это служение. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе сердечно за то, что по Твоей великой любви и милости Ты даруешь нам еще одну возможность быть вместе друг с другом и с Тобою, нашим Богом, в этом общении. Просим Тебя ради Иисуса Христа, чтобы Ты наполнил наш внутренний мир хвалением и поклонением Тебе, благодарением за все то, что Ты сделал для нас на Голгофе. Мы от сердца поклоняемся Тебе, наш дорогой Иисус, за Твои страдания, за Твою смерть, за Твое воскресенье, за оправдание и ходатайство сегодня перед Отцом Твоим Небесным, перед нашим Господом за нас, Господи. Благодарим Тебя за это чудо, которое Ты совершил в нашей жизни. И просим Тебя, помоги, чтобы и это служение было благословением для нас, Господи, чтобы мы насытились Твоим Словом, чтобы услышали то, что Ты хочешь нам сказать, чтобы это Слово изменяло нас и преображало в Твой образ. Ради Иисуса Христа просим Тебя, благослови проповедующих Слово, также пение хора благослови, все общее служение наше благослови, Господи. Я очень прошу Тебя, чтобы мы молимся Тебе, чтобы Ты наполнил наш внутренний мир этим желанием, особым желанием поклониться Тебе и прославить Тебя. Ты знаешь, Господи, нужды поместной церкви нашей, Ты знаешь, Господи, вопрос о доме и молитве, другие вопросы, Господь. Помоги, чтобы сегодня в мире и согласии для Твоей славы, Господи, нашей радости, Ты решил все их, Господи. Мы во имя Иисуса Христа просим Тебя, благодарим Тебя и поклоняемся, прославляем Тебя великого, вечного, живого Бога. Господи, благодарим Тебя сердечно, что Ты слышишь молитвы церкви за Григория Андреевича, благодарим Тебя, Господи, и поклоняемся. И просим Тебя, помоги, чтобы вот этот вопрос о нем, Господи, Ты сам взял под свой полный контроль и защитил его силой и властью Твоей, и избавил от этих проблем, Господи. Ради Иисуса Христа мы просим Тебя и поклоняемся Тебе, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Блокал Тебе наш Господь, Блокал Тебе Бог Святой, Блокал Тебе Бог Святой, Блокал Тебе Бог Святой, Аллах, за Иисуса, Сына Твоего. Ты без славы скажет я с нее, Бедный скажет я Бога, Благодаря тому, что Бог нам дал. Ты без славы скажет я с нее, Бедный скажет я Бога, Благодаря тому, что Бог нам дал. Аллах. Благодаря тому, что Бог нам дал. 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 «Стал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим перед Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Эти слова сказал некогда Корнилий, сотник итальянского полка с Кесария. Эту историю хорошо знаем, потому что это начало церкви, начало возрождения церкви из язычников, то есть начало церкви нас с вами, начало церкви, которая образовалась из язычников. Прошли тысячи лет, и теперь мы с вами из язычников, собираясь вместе, можем также разделять веру в Иисуса Христа и быть причастниками к церкви Иисуса Христа. Сегодня это даже не проповедь моя будет, а просто хотел смотивировать нас к молитве. К молитве у нас будут еще вопросы после служения, служение будет несколько короче, но будет еще слово звучать, и потом мы будем принимать решения, те, что касаются по нашим совместным таком служении, в нашем совместном служении. Но вот эти слова, которые сказал Корнилий, я хотел бы, чтобы они к каждому из нас отнеслись сегодня. Теперь все мы предстоим перед Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. Само сознание, что мы, приходя в церковь, предстоим перед Богом. И слово Божие, оно тогда будет производить в нас перемены, оно тогда будет плодотворно в нас, когда мы его принимаем, как от Бога. Не как ту информацию, которую мы хотели бы, чтобы она отнеслась к тем, или хотели бы, чтобы это послушал тот или другой. Сегодня мы перед Богом, и то слово, которое будет звучать, оно для нас. И когда мы принимаем любые решения относительно церкви, мы понимаем, что мы тоже предстоим перед Богом. И принимая какие-то решения, очень важно, чтобы они что-то свое, может быть, не как я думаю, не как мне кажется, но предстоим перед Богом, чтобы услышать от Него то, что Он хочет сегодня сказать нам. И чтобы так было, чтобы настроиться нам на Его присутствие, настроиться на то, чтобы услышать от Него Слово, я хотел, чтобы мы преклонили колени, могли просто помолиться и попросить Его об этом. Аминь. Помолимся. На Тебя, Господи, уповаю, я не послежу Слове. На Тебя, Господи, на Тебя уповаю, я не послежу Слове. На Тебя, Господи, на Тебя уповаю, я не послежу Слово. На Тебя, Господи, на Тебя, Господи, на Тебя. От юности до ныне возвещаю чудеса Твои. Чудеса Твои. Тебя, Господи, на Тебя, Господи, на Тебя. Не отвергнешь меня, не отвергнешь меня, Тебя, Господи, на Тебя, Господи, на Тебя. Тебя, Господи. Тебя, Господи, на Тебя. Тебя, Господи, на Тебя. Тебя, Господи, на Тебя. Выводил меня, выводил меня, выводил меня. Тебя, Господи, на Тебя, Господи, на Тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Пусти с Нима через твой народ Другим окроется. 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 Иисус, о Иисус, Иисус. Ты по свету вродил, Ты вернулся домой, И в родимом краю Ты желанный как прежде Вернул Тебя сквозь тоску и плугу, Верный парус надежды, верный парус надежды. Иисус, надежда Ты моей судьбы, Иисус, Ты радостью под твой души, Иисус, о Иисус, Иисус. Иисус, о Иисус... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогая церковь, дорогие друзья, рад вас видеть и приветствовать и сказать вам «Мир вам!» Субтитры создавал DimaTorzok 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 И пред всем народом прославлюсь Аарон молчал Когда читаем такие истории Я думаю, у каждого возникает вопрос Такой вопрос несправедливости, да, кажется? Господи, за что? Ну, два человека принесли в храме Твоем Тебе огонь, и ты их сжег Там, в храме, сразу Никакого второго шанса Мы вспоминаем Иону, да? Тоже, Старый Завет Непослушание Богу проявляет Бежит в другую сторону Бог его останавливает и говорит Нет, я хочу, чтобы ты пошел Дает ему второй шанс Здесь нету шанса никакого Помните Новый Завет Только церковь началась Первые дни церкви Тоже два умерших Прямо в церкви Прямо в церкви Помните, да? Анания и Сапфира И как это После того, как выносят Ананию Из церкви Представляете, да, сегодня даже, да? Сапфиру выносят И написано в следующей стихе, что Великий страх объял Всю церковь Я сегодня хотел бы вместе размышлять над этой темой Почему? Потому что Я замечаю за собой, что мы привыкаем Привыкаем быть в церкви Привыкаем к слову Божию Привыкаем к поклонению Богу Привыкаем, что Бог, Он любящий, милующий Благость, все замечательно И мы забываем очень важную Очень, очень важную Характеристику Очень важное Качество Бога Он святой И сегодня я хотел бы вместе с вами Размышлять на эту тему И моя мечта, чтобы В этой церкви Был такой страх, который был В новозаветной церкви Когда они увидели Мертвые тела среди себя И сказали Бог действительно святой Страх напал Они И они боялись История, которая вот это происходит Мы 10 главу, да, прочитали Левит, вы не закрывайте Может быть поставьте закладку Если мы куда-то будем еще передвигаться Чтобы вернуться Три момента я хотел бы обратить сегодня Это Что принесли Огонь чужды Эти люди Что огонь вышел от Бога И почему огонь этот произошел Знаете, эта история происходит у горы Синай Знаете, гора Синай Где Бог присутствовал Где огонь Где облака Где гром и молния, да И народ пребывал там очень долго Мы, может быть, об этом не замечаем Но возле Синая Они подходят в исход 20 глава С исход 20 главы Еще 20 глав исхода Вся книга Левит И даже 10 глав первых книги чисел Все происходит возле этой горы Там они очень долго остановились И там Бог давал законы Там Бог учил их Там Бог показал, как нужно строить Скинию Там много было сделано И это очень долго Они там находились возле этой горы И вот одна из историй Где-то в середине вот этого пребывания Возле Синая Бог дает очень сильный урок Всему народу израильскому И особенно священникам Эта история происходит с сыновьями Аароновым Мы читаем, да Надав и Абиуд Сыны Аароновы взяли Каждой свою кадильницу И положили в них огня И вложили в него курение И принесли пред Господа огонь чуждый Которого он не велел Первый момент Первый стих Хотел обратить внимание на чуждый огонь священников Чуждый огонь священников Я думаю Каждый, кто читает Библию внимательно И сейчас слушает Ну, первый вопрос возникает, да Хорошо, я знаю, что такое слово огонь Я могу объяснить Это когда что-то сгорает, да А что такое чуждый? У кого английский перевод Вы можете читать Сейчас там написано strange Странный, да В русском перевели Чуждый огонь О чем идет речь? Знаете, толкователи, комментаторы Разбегаются во мнениях И друг друга обвиняют И спорят Есть мнение о том, что Возможно, они были Использовали алкоголь До того, как зашли Потому что в этой главе Дальше написано, что Бог учит, чтобы священники Когда приходят пред Богом Чтобы они не использовали вина Кто-то говорит, что это было не во время Потому что Бог сказал Определенное время нужно приносить Курение, жертвы И они не вовремя это сделали Кто-то говорит, что Может быть, Бог просто не давал им еще повеления И они сами добровольно пошли Сделали Кто-то, может быть, говорит, что Они взяли свои кадильницы Очень сильный аргумент О том, что они взяли свой огонь И до этого Несколько глав мы знаем Что Бог учил о том, чтобы огонь Нужно взять только с жертвенника Свой огонь нельзя И поэтому говорят Может быть, чуждый, странный Это может быть свой огонь Они взяли не от жертвенника И поэтому Бог их наказал Знаете, смотря на этот текст И смотря на это слово Я, во-первых, переведу его Знаете, интересно Еврит Красивый очень язык Еврит Моя мечта, чтобы все научились Еврит Это прекрасный язык В нем очень мало слов Но очень глубокие слова Если переводчик берет текст еврит И переводит его на английский То бывает, что в английском Он использует в два раза больше слов Чем в оригинальном еврите Чтобы передать смысл Потому что одно слово Может включать два, три даже слова Четыре слова на английском, на русском И вот в русском больше слов, чем в еврите Вот еврите, вот это одно слово Оно имеет очень глубокий смысл Дословно его, если можно перевести Это как Это чуждый Это странный Это абсолютно другой Это незаконный даже Неверный Запрещенный И неразрешенный Его не разрешали Запрещенный Странный Посмотря на эти значения Знаете, я пришел к согласию О том, что это говорится о непослушании И сам этот текст, в принципе, нам и подсказывает Чуждый, которого он не велел им То есть, Бог этот огонь не велел Они принесли Два момента Знаете, неважно Может быть, я хотел бы обратить внимание Во-первых Это внешнее несоответствие Во-вторых, это внутреннее несоответствие Смотрите, внутреннее Они взяли Каждый свою кадильницу Вложили в них огня Вложили в них курение Принесли пред Господом огонь чуждый Когда на текст оригинальный Смотришь, что слово за словом Они взяли Они положили Они вложили огонь Принесли Вот это Слова идут один за одним Знаете, когда посмотришь на текст И заметно, почему это произошло все Оказывается, они не обдумали Знаете, они взяли, принесли И погибли Это очень настолько В оригинале Это очень Действие одно за другим идет Они взяли огонь Положили Вложили огонь Принесли И погибли Необдуманность Поторопились Знаете, как часто в нашей жизни Мы Сожалеваем о том, что мы поторопились В чем-то Нужно обдумать Нужно посмотреть Нужно проверить Соответствует ли она Слову Божию И второй момент Это то, что Внешнее несоответствие Знаете Неважно Я перечислил вот эти, может быть, моменты То, что, может быть, они использовали вино Может быть, они не в то время Может быть, они не в тот день Может быть, Бог им не повелевал Может быть, они свой огонь Принесли, который не нужно было Нужно было жертвенника взять Знаете Не так важно Что произошло Как важно Что было неправильно сделано Знаете В Новом Завете написано Бог ищет поклонников в духе И в чем? И в истине То есть Должно соответствовать истине Должно соответствовать Слову Божию Должно соответствовать так, как Бог определил Знаете Когда объяснял Другими В нашей церкви Я пример привел Экзамен Многие учились из вас в школе Кто-то сдавал школьные экзамены Кто-то сейчас учится в колледже Кто-то сдает экзамены Как раз сейчас, кстати Май подходит Кто-то через экзамены проходит И нельзя списывать Вы знаете, да Что нельзя списывать Ну что Ну тогда не экзамен Это просто пришли Переписали ответы и все Экзамен Это проверка твоего знания Что у тебя есть То есть не разрешает списывать Но если кто-то списывает Его поймали И он говорит Слушайте Ну я-то написал Шпаргалку Никто не видит Я как-то пытался скрыть А вот этот сосед мой Откровенно списывает Вы знаете Что учитель скажет Ну раз ты шпаргалку Ладно Садись, спеши А ты уж тогда выходи Нет Какая разница Не важно Как я списал Важно, что я нарушил Закон Важно, что я нарушил Предписание Что я списал Я виновен Не важно, что я сделал То есть Как я сделал Принес Или огонь там взял Или там Главное, что он не соответствовал Писанию Главное, что он не последовал Писанию Как писание Истина Это очень важно Если мы Не соответствуем Писанию Не следуем тому Что Бог Говорит Как поклоняться Как ему приходить Как следовать Как жить Это очень важно Знать Вы знаете Сразу вывод Да Нужно знать Истину Нужно знать Писание Потому что Бог святой Знаете Мы действительно Очень часто опираемся На благодать И это правильно Господь простит Господь поможет Его милость Не имеет границ Между тем Бог говорит Я хочу Чтобы вы поклонялись И в истине Если есть нарушение Эта история Учит погибель Второй момент Первый То, что Священники Принесли чуждый огонь Второй стих Бог Производит суд И вышел огонь От Господа Второй стих И сжег их И умерли Пред лицом Господним Знаете Божий суд Еще быстрее Если они взяли огонь Положили его В кадильницы Принесли перед Богом То реакция Ответ Божий Еще быстрее Вышел огонь И сразу их не стало Бог свутцовый Провел Сразу же На том же месте Интересный параллель Огонь Да Они взяли огонь Принесли перед Богом Огонь И от Бога Огонь Вышел И уничтожил их Бог действительно Хочет Обратить наше внимание На всю серьезность Ситуации Я хотел бы Вместе с вами Сейчас посмотреть На деяние Оно может быть Ближе к нам И там Очень такая же Параллель Санания и Сапфиры Почему я привел В начале Перемер Это пятая глава Пожалуйста Найдите деяние С первого стиха Некоторый же муж Именем Анания С женой своей Сапфирой Продав имение Утаил из сыны С ведома Жены своей А некоторую часть Принес и положил К ногам апостолов Но Петр Сказал Анания Для чего ты допустил Сатане Вложить В сердце Твою мысль Солгать Духу Святому И утаить Из сыны Из земли Пятый стих Услышав Сие слова Анания Пал без дыхания Точно такая же ситуация Знаете Когда я перечитывал Этот текст Обратил внимание Духу Святому Он обманул Как можно было Сказать по-другому Нужно задавать Вопросы Всегда к тексту Ведь мог же Петр сказать Анания Почему ты согласился Обмануть Бога Можно было сказать А он использует Не слово Бог А использует Другое слово Духу Святому Ты обманул Духу Святому Здесь затронулась Святость Божия Здесь затрагивается Святость Божия Анания Обманывал Святого Духа Затронулась Святость Божия Мертвый Святость Божия Только затрагивается Человек мертвый Интересно Проходит Время Смотрите Седьмой стих Часа через три После всего Пришла его жена Знаете Служения проходили Больше оказывается Чем у нас Через три часа Служение продолжается Через три часа Приходит жена Кто-то пошутил Сказал Ну как это можно Так долго Украшение Наводить Порядок на лице Чтобы на три часа Порядок на лице Порядок на лице Землю Опять же Новый момент Смотрите Когда священство Устанавливалось Оно в девятой главе Левит Устанавливалось Посвящение В восьмой главе Девятой Только посвящение Священники Аарона И его сыновей Первая смерть И Бог говорит Если служение Мне Оно должно быть Очень серьезным Потому что вы Служите святому Богу Заходят народ Израильский В обетованную землю Все как один Один единственный человек Представляете Общество Многомиллионное общество Один человек Не прободрствовал Бог говорит Нет Побить его камнями Смерть Вы помните Когда Давид Уже прошло время Давид готовит Заготовил для храма И Время к тому Чтобы храм построен был Началось Храмовое служение Буквально за несколько Лет До этого момента Бог опять дает урок Оза Несли Несли Ковчег Вернее Даже на колеснице Везли ковчег Прикоснулся Мертвый Святость Божия Бог говорит Должны носить Священники Ковчег И должен Никто не прикасаться Он прикоснулся Священники Несли нарушение Нарушение Просто даже Внешних предписаний Опять мертвый человек И Новый Завет Только церковь Началась Первые дни Первые дни И страх Бог поражает Пренебрежение Предписаниями Божьими Это очень серьезно Потому что Затрагивается Святость Божия Бог свят И Бог проявляет Свою святость В реакции И на грех И на непослушание И последний момент Это Божье Основание Для этого суда Это третий стих Бог дает основание Он не просто делает Действует И говорит Я так хочу И все Я не буду вам объяснять Он объясняет Через Моисея Третий стих И сказал Моисея Рону Вот о чем Говорил Господь Когда сказал Приближающийся Ко мне освящусь И перед всем народом Прославлюсь Знаете Моисей цитирует Просто-напросто Слова Божьи Он ничего не говорит Он говорит Так сказал Господь Что произошло сейчас Так сказал Господь Вы знаете Иногда Самое простое Цитирование Слова Божия Решает Все конфликты Все недоумения Все вопросы Просто процитировать Слово Божие И у человека Все ясно Успокаиваются Никаких вопросов Не остается И Арон написано Стоит Молчит Без всяких слов Знаете Поставьте себя В роль Арона Кто может быть Из вас отцы Кто может быть Будущие отцы Кто Имеет детей Представляете Перед собой Видеть Обожженные тела Своих сыновей Которые Пришли В дом Которые служили Богу Я думаю У Арона Очень много Вопросов Возникало Думаю Может быть Какое-то Несогласие Может быть Очень-очень Много Вопросов Недоумения И Моисей Бог через Моисея Обращается К Варону И говорит Так Я сказал В приближающихся Ко мне Освещусь И перед всем народом Прославлюсь Знаете Вот это слово Освещусь И прославлюсь Очень интересные слова Они больше нигде В Старом Завете Не встречаются Вот именно В этой форме Нигде больше не встречаются Это уникально Поэтому я обратил внимание На этот текст Потому что Нигде больше не встречаются Святость встречается Да Но именно Вот в этой форме Нет Знаете О чем я уже сказал Что еврит Очень глубокий язык Здесь В пассивной форме Бог говорит Я буду освящен То есть Не я буду действовать А я буду показан Я буду отображен Святым Он в пассивной форме Бог святость свою ставит Но С другой стороны Там такое наклонение Что это будет Сто процентов Нет сомнений Поэтому переводчики Я думаю Очень долго голову ломали Как же нам перевести Это И они перевели Я освящусь То есть Есть уверенность Что Божья святость У нас сто процентов Проявится Но с другой стороны Это проявится в людях В пассивной форме В отношении Бога Точно так же В отношении Прославлюсь Знаете Исайя Пятая глава Я хотел бы вместе с вами Обратить внимание Потому что Святость и слава Божия В слове Божьем И идут всегда параллельно И вам это известный Очень известный текст С первой главы Пророка Исаии Прочитаем пожалуйста С первой главы Шестая Извиняюсь Шестая глава С первого стиха Когда святость И слава Божия Они идут Всегда параллельно В год смерти Царя Озии Видел я То есть Исая Господа Сидящего на престоле Высоком И превознесенном И края рис Его наполняли Весь храм Описывает святость Божию Вокруг Него Стояли серафимы У каждого Из них По шести крыл Двумя Закрывал Каждое лицо Свое Двумя Закрывал Ноги Свои И двумя Летал Опять же Писание святости Они не могут Стоять перед Богом Им нужно закрывать Лица свои Закрывать ноги Потому что Святость Божия Представляете Даже ангелы Не могут Предстоять Им нужно Закрывать Лица свои И третий стих И взывали они Друг ко другу И говорили Свят 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 Господь Саваоф И кажется Нужно продолжать И вся земля Охота сказать Полна святости Его А как сказано И вся земля Полна Славы Его И вот здесь Я параллель С тем текстом Который мы смотрим Левита 10 глава Я хочу Чтобы вы не пропустили Это Потому что Когда святость Божия Отображается Через слова Через наше прославление Через нашу жизнь Это Слава Божия Тогда Когда Человек Божий Дитя Божие Живет Свято Святит Божье имя Своей жизни Своих словах Своем поведении Параллель Вся земля Полна уже Славы Его И поэтому Здесь смотрите Бог когда Моисей цитирует Бога Говорит Приближающихся Ко мне Освящусь И пред Всем народом Прославлюсь Аарон молчал Аарон молчал Потому что Он понимал Знаете Мы Хотим Приблизиться К Богу Мы Мы Хочем Быть Ближе К Богу Я думаю Каждый Из нас Знаете Переживаю Когда кто-то Подходит И говорит Молись За меня Брат Я хочу Приблизиться К Богу Я хочу Быть Ближе Я хочу Его Переживать Молись Я хочу Врасти Духовно И может быть Забывают Об этом В 10 главе В приближающихся Ко мне Я освящусь Те которые Хотят Приближаться Ко мне Которые будут Близко Я буду Показан Святым Параллельно 1 Коринфян Мы все Слышим Когда у нас Происходит Хлебопреломление Почему Многие Больные Немало Умирают Потому Что Не размышляют О теле Господнем Потому Что Торопятся Потому Что Нету Святости Мы читаем 1 Петра 1 глава Как послушные Дети Не сообразуйтесь Прежними Похотями Бывшими В неведении Вашим Но По примеру Призвавшего Вас Святого И сами Будьте Святы Во всех Поступках Ибо Написано Будьте Святы Потому Что Я Свят Приближающиеся Ко мне Должны Быть Святыми Я буду Показан Если Они Не отобразят Святость Своей Жизни Бог Наказывает Знаете Кто-то Может быть Из Здесь Присутствующих Людей Которые Еще Не с Богом И Услышав Такую Тему Сказали Знаете Это слишком Строго Это слишком Сложно Это слишком Сложные Правила Я Не согласен Я наверное В стороне Останусь Приближаться К Богу Святость Это не для меня Знаете Для вас Ободрение Я хочу Прочитать Евреям Десятая глава Двенадцатый Четырнадцатый Стихи Он же То есть Иисус Христос Принеся Одну Жертву За грехи Навсегда Воссел Одесной Бога Ожидая Затем Доколе Враги Его Будут Положены В подножье Ног Его Ибо Он Одним Приношением Навсегда Сделал Совершенными Освещаемых Это Дал Дал Желание Стихи Бог святой, и Он достоин поклонения в духе и в истине. Пусть нас Бог благословит в трепете приходить к Нему, в трепете приближаться к Нему, и Он будет тогда прославлен. Когда мы покажем, отобразим Его святость, тогда будет истинная слава. Свят, 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 вся земля полна славы Его. Пусть нас Бог ободрит, чтобы мы действительно прославляли Его, когда мы признаем Его святость и живем в соответствии с этим. Пусть нас Бог благословит. Аминь. Будем молиться.